Напомним, накануне 80-летняя Раиса Кондратьевна обратилась в нашу редакцию с серьезной проблемой. Ее двор после ураганного ветра завалило старыми деревьями. Тяжелые ветки обрезали спасатели, но с пилами остался завален весь двор и огород. Информационный сюжет увидели сотни горожан в программах «Факт. Это улик» на нашем канале, а также в соцсетях. Многие решили помочь. Ой, вы знаете, сегодня с утра мне звонят. Прям я такая довольна, спиросплавываю. Волонтера, ага, вот, Леша. И вот он пришел первый, правда. И еще приходили, какой-то парнишка приходил, посмотрел, все, говорит, с машины приедет. Сейчас прям вот все студенчики пришли. Вы рады? Ой, господи, вы представляете, каково мне. Я вчера уже сколько пилила, выносила. Ну, а сегодня, слава богу, спасибо прям девчата. Да и вообще реки, очень большое спасибо. Сегодня у Раисы Кондратьевны и настроение другое. Работа у ребят спорится, неподъемные бревна распиливают и выносят. Уже появился проход, показался огород, подрастающие цыплята бьются у кормушки. Наконец-то дождались питья и воды. Все обрезки парни выносят за пределы двора. Там же поджидает техника от подрядной организации по благоустройству. В общей сложности здесь поработали порядка 20 человек. Это добровольцы заводов и расплавов, студенты вузов, бойцы отряда с Жасл-Ель. Мы сегодня, как молодежь, как работники Жасл-Ель, пришли помочь нашей тете Раисе. Как сказать... В чем заключается помощь? Помощь заключается в очистке ее территории от упавших деревьев. Ребята с удовольствием согласились? Это их инициатива или это все-таки принудительно? Нет, мы сами... Это наша инициатива из-за того, что мы работаем в Жасл-Ель. У нас такое обостренное чувство справедливости. И мы, как молодежь, хотим помочь нашим пенсионерам. Тем более, в период пандемии они более уязвимы сейчас. Из-за этого мы пришли помочь сегодня тете Раисе. Главная проблема для одинокой женщины решена. Правда, вот урожай пострадал. Помидорные грядки заметно поредели. Но и на это хозяйка махнула рукой. Поесть хватит. Волнуется она теперь за другое. Крышу на птичники и доме требуется подправлять. А во дворе остается три огромных старых клена. Тоже не ровен час упадут. Но нынешние тимуровцы заверили, если что, помогут и в беде не оставят.